Итак, мы продолжаем с вами курс уроков по книге Млахим, первой книге царств. На прошлом уроке мы с вами рассмотрели девятую главу, которая рассказывается о завоеваниях царя Шломо, расширении его царства различными путями, также внутренней организацией его царства. Десятая глава, она стоит немного особняком, потому что в ней рассказывается о визите Малкадшва, визите царицы Савской ко двору царя Шломо. Этот сюжет многократно был использован различными как творческими людьми для создания полотен и произведений, так и историками для различных исторических исследований. На самом деле материалов, то есть материала на эту тему не очень много, потому что Писание посвящает этой теме не так много стихов. Однако то, что есть, мы с вами рассмотрим и посмотрим, чем, так сказать, были знаменательны эти отношения. Итак, мы начинаем с десятой главы, там написано, «И царица Шва», то есть Шва – это государство, это не ее имя, а это государство, которое называется Шва, или земля, которая называется Шва, или Шева, «И царица Шева, услышав о славе Шломо именем Господа, пришла испытать его загадками». То есть, что имеется в виду? Как она это услышала? Это связано с тем, о чем мы читали в конце прошлой главы. В конце прошлой главы мы с вами читали о том, что корабельщики Шломо, они отправились в Афир, это в Африке, в землю Афир. Мальбин говорит, что эти главы связаны между собой в том смысле, что проезжая, то есть проплывая в Афир, по дороге они проходили также через царство царицы Савской и рассказали ей о том, что… о мудрости царя Шломо. Причем тут есть интересное выражение. Которое говорит, что царица Савская услышала о славе царя Шломо именем Господа. Что значит «слава именем Господа»? Имеется в виду, что мудрость царя Шломо, она была не естественного происхождения, а дарована ему непосредственно Всевышним. То есть иначе бы вряд ли царица Савская, которая сама была мудрой женщиной, собралась бы в такое далекое путешествие. И она хотела сама проверить этот вариант. И поэтому отправилась в путешествие лично. И решила испытать его загадками. Почему? Потому что именно загадки открывают божественный характер мудрости пророка. То есть если речь идет о математической загадке, то ее может решить человек, который просто хорошо знает математику. Но если речь идет о том, что скрыто, то это действительно может знать только провидец. Тот, кто видит вещи насквозь. То есть видит вещи, скрытые от обычных людей. Подобно тому, как мы знаем, скажем, к пророку Шмуэлю обращались в случае пропажи каких-то вещей или домашних животных. И он указывал, где их следует искать. Также царица Савска решила испытать царя Шлому. Испытать его мудрость. И загадывала ему загадки. Какие это были загадки? Есть разные мнения. Медраши по этому поводу очень много говорят. Можно это все почитать в соответствующих медрашах. В частности, там содержатся многие загадки, которые нам известны из других сказочных источников. Например, загадка, где именно есть девять девушек, покрытых покрывалами. И одна из них царица Савская. И как определить, кто это именно из них. И царю Шлому помогает в этом пчела, которая определяет по характеру благовоний, кто является царицей. То есть, кто пользуется Шанель номер пять, а кто пользуется Тадиколоном Ландыш, например. Это все элементы, которые известны из медрашей. Так или иначе, царица загадывала царю Шлому загадки. И он их отгадывал. Дальше продолжает во втором стихе Писания. «И пришла она вырушила им с очень большим караваном. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла она к Шлому и говорила с ним обо всем, что было у нее на сердце. И отвечал ей Шлому на все ее слова, и не было для царя слова сокрытого, чего бы он ей не сказал». То есть, очевидно, они вели различные философские и научные разговоры об устройстве мироздания, не ограничиваясь только загадками. И все, что царица спрашивала у царя Шлому, он не отвечал. Потому что, как мы знаем, Всевышний даровал царю Шлому мудрость, которая превышала мудрость всех сынов человеческих, которые когда-либо жили до него на земле. «И увидела царица Савская всю мудрость Шлому, и храм, который он построил, и яство стола его, и жилища рабов его, и службу слуг его, и одежду их, и напитки их, и восхождение его, когда он восходит в храм Господень. И была она вне себя». Есть такое тут выражение. В оригинале написано «Вилой Абба от руах». И не было у нее более духа. То есть, имеется в виду, что она была настолько поражена, что была в полной прострации. Отчего именно? Что же она увидела? Ну, кроме мудрости. Она увидела дворцы. Она увидела яство, то есть, еду, жилища. То есть, она увидела, во-первых, богатство. Во-вторых, рациональность и мудрость общественного устройства. Все как все гармонично устроено. И также богобоязненность людей, населяющих Иудею. И сказала она царю «Верно то слово было, что слышал я в земле моей о делах твоих и мудрости твоей. Но не верила я словам, пока не пришла и не увидели глаза мои. Но вот мне и половина не сказана. Мудростью и добром ты превзошел молву, которую я слышала». То есть, она говорит, что редкий случай. Обычно преувеличивают подданное царя его славу. То есть, часто бывает, когда есть несколько таких шуточных историй про хасидов, которые сравнивают черепы круче. Один говорит, что вот мы с Рэбе как-то шли из одного местечка в другое. По дороге был разрушенный мост. Надо было перейти через реку. И Рэбе сказал слово, и воды раступились. Вот тут вода, и справа вода, и слева вода, а посредине суша. И мы прошли через реку и пошли куда надо. А другой говорит, а мой Рэбе еще круче. Вот мы идем как-то в шаббат по дороге. Видим, на дороге лежит связка червонцев. Рэбе сказал слово, и тут же шаббат раскрылся. Справа шаббат, слева шаббат, а посредине уже воскресенье. Тому подобные, так сказать, истории. Но здесь редкий случай. Редкий случай. Это то, что царица Савская говорит, что то, что я о тебе слышала, это лишь половина того, что есть на самом деле. То есть тут не было преувеличения, наоборот, преуменьшения. Дальше она продолжает и говорит, счастливы люди твои, счастливы эти слуги твои, те, что всегда стоят пред тобой и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил, благоволил к тебе, посадив тебя на престол Израилев. Из вечной любви Господа к Израилю поставил он тебя царем творить суд и справедливость. Вот. И здесь мы видим, что исполняется желание царя Шламо. Каково его было желание? Его желание было распространить на весь мир веру во Всевышнего. Так, чтобы все народы поклонялись Всевышнему и признавали его первенство и его единственность. И здесь мы видим, что нечто подобное происходит, что царица Савская, очевидно, изначально не будучи знакома со службой Всевышнему, по крайней мере, не в такой форме здесь, видит это и признает правоту веры народа Израиля. Отсюда, кстати, берет свое начало также традиция эфиопских евреев. Потому что царство Шва, согласно многим данным, располагалось не где-то в другом месте, а именно в Эфиопии, в Эритрее. А царица Савская, соответственно, была темнокожей. И вернувшись к себе на родину, она, очевидно, еще будучи в Израиле, она приняла иудаизм. И затем распространяла иудаизм дальше у себя в государстве. Что привело к образованию общины темнокожих евреев. И что всегда были связи торговые и различные другие между государством Шва и Израилем. Пока же мы читаем дальше отчет о государственном визите. И подарила она царю 120 талантов золота. Да, талант около 27 килограмм. И очень много благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не пребывало в страну такое множество благовоний, какое подарила царица Шва царю Шлому. И флот Хирама, который привез золото из Афира, привез из Афира великое множество сандалового дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого сандалового дерева перила для дома Господня и для дома Царского, и скрипки, и арфы для певцов. Никогда не пребывало столько сандалового дерева, и невиданное было это до сего дня. И дал царь Шлому царице Савской все, что она желала. И чего просила, сверх того, чем одарил он ее щедрой рукой царя Шлому. И отправилась она обратно в свою страну. Она ее слуги. То есть, побыв какое-то время в Израиле, в Иерусалиме, царица Савская отправляется домой, вся под впечатлением, несет с собой ответные дары. Так устанавливаются отношения не только с близкими странами, но и с далекими. Далее мы тоже читаем о великолепии царя Шлому. Пока все очень хорошо, очень все, так сказать, белое и пушистое. Но потихонечку, потихонечку начинается чувствовать, чувствуется в этом великолепии некая проблематика. И вес золота, что прибывало к Шлому за один год, составляло 666 талантов золота. То есть, совершенно невообразимый вес. То есть, простейшее вычисление нам позволит убедиться, что речь идет приблизительно о 20 тоннах золота в год. Да, то есть, 20 тонн золота в год – это много. Сейчас вряд ли весь мировой, вся мировая добыча золота, она, так сказать, имеет такой размер. Вот, теперь. Далее. Сверх того, что получаемо было от купцов и разносчиков товаров, и от всех областей царей Аравийских, и от наместников в областях. И сделал царь Шлому 200 больших щитов из скованного золота. По 600 шекелей золота пошло на каждый щит. И 300 меньших щитов из чистого золота. По 300 шекелей золота пошло на каждый щит. И положил их царь в доме Леса Ливанского. Да, был такой дом Леса Ливанского. Скорее всего, это был некий такой выставочный зал или приемное зало, в который царь принимал почетных гостей. Сделан был, соответственно, из ливанских кедров, поэтому и получил название Бейтьяра Ливанон. Да, то есть, дом Леса Ливанского. И сделал царь большой престол из слоновой кости. Да, значит, сейчас мы с вами посмотрим на картинку. Я тут загружаю пару картинок. Вот, во-первых... Секунду. Вот, во-первых, вот перед нами картинка, изображающая визит царицы Савской к царю Шламо. И мы можем видеть здесь трон царский, о котором сейчас пойдет речь. И также все великолепие, значит, которое окружает царя. Правда, здесь царица Савская изображена белокожей, но это не страшно. Теперь посмотрим еще, значит, трон, о котором говорится сейчас. Вот еще одна картина, значит, приход царицы Савской к царю Шламо. Мы видим трон, да, то есть, это все как бы трон, из чего он состоял. Написано так. «Сделал царь Шламо большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. Шесть ступеней было у этого трона. И двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобно этому не бывало ни в одном из царств. И все сосуды для питья у царя Шламо были золотые. И все сосуды в доме леса Ливанонского были из чистого золота. Из серебра же не было ничего, оно в дни Шламо не ценилось ни во что». То есть, серебро вообще не считалось ценным. Ну, понятно, если ежегодный доход страны превышает двадцать тонн золота в год, то понятно, что серебро обесценивается. «Ибо Таршишский флот был у царя на море с флотом Хирамовым. Раз в три года приходил Таршишский флот и привозил золото и серебро и слоновую кость, обезьян и павлинов». То есть, Шламо держал у себя в союзниках и в обслуживающем персонале два самых сильных флота Восточного земноморья, Средиземноморья. Это флот Хирама, как мы помним, Хирам был финикийским царем, он ливанским. И флот Таршиша. Таршиш – это Тарсус, это город, государство, которое располагалось с южной стороны Передней Азии, то есть, современная территория Турции. Тоже был известен своим флотом этот город. Вот эти два флота, они обслуживали царя Шламо. Вот, очевидно, и посланцы царя Шламо, они плавали на этих кораблях. И оплывали многие земли, вели торговлю и привозили все вот эти вот редкие вещи, благовония, золото, слоновую кость и различных животных. Вот это был такой вот золотой век Израиля, то, что называется, когда всего было много. И превосходил царь Шламо и всех царей земли богатством и мудростью. И все на земле хотели увидеть Шламо, чтобы услышать мудрость его, которую Бог вложил в сердце его. И приносили они каждый свой дар, сосуды серебряные, сосуды золотые, и одежды, и оружие благовония коней и мулов из года в год. И собрал Шламо колесницы и всадников. И было у него 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. И разместил их в городах для колесниц и при царе в Иерусалиме. И сделал царь в Иерусалиме серебро равноценным простым камням. А кедры приравнял к сикоморам, что во множестве растут на низменности, то есть к эвкалиптам. Коней же царю Шламо приводили из Египта из Кевея. Царские купцы покупали их в Кевея за деньги. Колесница из Египта вывозима и доставляема была за 600 шекелей серебра, а конь за 150. Также они вывозили все это своей рукой всем царям хитийским и царям арамейским. То есть мы видим также еще один источник благосостояния царя Шламо и государства его. Он сидел на торговом пути между Египтом и Междуречьем. То есть все товары, которые шли туда-сюда, они все проходили через царя Шламо. Очевидно, что он также привел в действие право склада, так называемое. Это обязанность купцов продавать все на рынках того государства, которым он управляет. То есть торговля шла непосредственно в Израиле, а не транзитом. Что, естественно, не могло не сказываться на доходах. То есть они от этого очень сильно увеличились. Так, тут у нас человек не может прорваться на урок. Я ему сейчас быстренько напишу. Здесь мы видим, как богатство царя Шламо переходит также в военную мощь. То есть он собирает по тем временам огромную силу. 1400 колесниц. Это действительно сила, которой вряд ли что-то в том мире может быть противопоставлено. Плюс 12 тысяч всадников. И для них царь Шламо делает отдельные базы, где их размещает. Серебро было равноценно обычным камням. А кедр ливанский, который тоже очень дорогостоящий материал, был приравнен к простым деревьям, которые в изобилии росли по всей стране. И здесь мы уже немножечко можем ощутить определенную проблематику. Какую? Давайте все вместе подумаем, почему то, что мы сейчас прочли, оно может быть проблематично. Пожалуйста, можно отзываться. Правильно. Виктор пишет, и речь идет об умножении коней. На самом деле, еще раньше речь шла об умножении богатства. У нас, мы знаем, что у царя есть тройной запрет. Запрет умножать богатство, запрет умножать коней. И запрет умножать... Что? Кого? Жен. Правильно. Все это знают. Три человека хором отвечают. Запрет умножать жен. Про коней и золото мы уже с вами прочли. Теперь мы переходим к 11 главе. Где говорится и, соответственно, про жен. И кроме дочери фараона, любил царь Шломо многих чужестранных женщин. Мавитянок, Аманитянок, Эдамитянок, Цеданиянок, Хиттиянок. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не идите вы их в среду, а они пусть не входят в среду вашу, потому что они неизбежно склонят сердце ваше к своим божествам. И прилепился к ним Шломо любовью. И было у него 700 жен княгинь и 300 наложниц. И развратили жены его сердце. То есть мы видим, что у царя Шломо количество переросло в качество. То есть у него было 700 жен, имеется в виду цариц, то есть присланных правителями, властителями больших или меньших государств и городов. Плюс еще 300 наложниц, так, между прочим. И проблема браков с неевреями, мы знаем, она коренится в проблеме идолопоклонства. Потому что не может быть так, что чужестранная жена, она не повлияет на мужа в сторону отвлечения его от службы Всевышнему и привлечения к идолопоклонству. Хотя тут возникает, конечно, интересный галактический вопрос. Как это произошло? Вот Виктор спрашивает, зачем Шломо это допустил? Надо понимать, что царь Шломо был очень мудрым человеком. А мы сейчас не занимаемся обычным человеком. Шломо был очень необычный человек. Он был пророк. То есть с ним Всевышний говорил непосредственно. И он был очень мудр. Может быть, нам поможет в этом разобраться мидраж, который приводится в Талмуде. Там разбираются как раз запреты царю увеличивать жен и золота, и коней. Царь Шломо сказал, я все это увеличу, и не развратится сердце мое. То есть там, в этой сугье, в Талмуде, обсуждается вообще глобально вопрос, стоит ли объяснять причины заповедей. И одно из мнений говорит, что причины заповедей объяснять людям не стоит. Иначе люди могут неправильно понять, что это означает. Там, где в запретах царю, указана причина, почему это считалось недопустимым. Написано по поводу коней и золота, чтобы не возвысилось над братьями сердце его, не возгордилось. Чтобы царь не вознесся, не занесся слишком сильно. Он почувствует свою силу, и тогда богатство и военная сила, они дадут ему ложное ощущение своей неуязвимости и собственного величия. Царь Шломо сказал, я не гордец, я человек умный, я понимаю, кто всем управляет, и я могу это все умножить у себя и не опасаться вот этих вещей. По поводу женщин сказано, что жены могут развратить сердце мужчины и оттолкнуть его от служения Всевышнему. Царь Шломо сказал, я умножу жен, и это меня не будет касаться. Вопрос, конечно, это Медраж говорит, но вопрос, почему Шломо подверг себя такому испытанию. Ответ на самом деле прост. Мы говорили о том, что царь Шломо видит весь мир глобальным. Таково свойство гениев, великих умов. Они видят весь мир глобальным. Царь Шломо понимал, что в конечном итоге мир будет объединен под эгидой царя Машьеха. И все люди будут служить Всевышнему под эгидой царя Машьеха. И он был уверен, что это время уже наступило. И что сейчас он занимается объединением вот этих царей. Вот всех под своей, так сказать, эгидой, под своей крышей. И в конечном итоге он сможет весь мир привести к служению Всевышнему. Но оказалось, что для этого нужно, чтобы мир созрел. И условия еще не созрели для этого. Поэтому и возникла такая ситуация. В начале мы читали, что есть стих, говорит, «И царь Шломо любил Всевышнего». И здесь, как антитеза этому, говорится, «И царь Шломо любил многих женщин». То есть переход от любви ко Всевышнему к любви к женщинам. Понятно, что это спуск, это потеря высоты. И так вот действует дурное начало. Оно убеждает человека, что ему эта опасность не грозит. Что он от нее не застрахован. Особенно это касается ецара райот. То есть дурного начала, связанного с сексуальной сферой. Здесь мы знаем такое известное выражение Талмуда, которое говорит «Эйна патропосла райот». Нет никакой гарантии тому, что человек не приступит закона в этой сфере. Даже если это самый праведный человек. И как пример приводит известный случай. Мы уже как-то его рассматривали. Когда караван пленниц евреек, которых выкупили родственники. То есть были специальные люди, которые занимались выкупом пленников. И вот, значит, там, очевидно, во время какого-то набега захватили пленниц евреек. И были посланы посланцы, чтобы их выкупить. И этих пленниц выкупили. Среди них были разные девушки. И холостые, значит, и незамужние, и замужние. Вот. И, значит, их как бы в караване специальном транспортировали по домам. То есть через, проходя через разные города. И вот рассказывает история, что в одном городе стражники этого каравана, они поинтересовались у людей, в каком доме они могут оставить женщин. Вот так, чтобы не было опасений, что к ним нагрянет толпа поклонников. Ну как же, женщины одинокие, несчастные. Вот. Надо утешить. И тогда все сказали им в один голос, что идите в дом, значит, к одному богобоязненному раввину, мудрецу Торы. И они пошли в этот дом. И сказали так, мол, и так, есть у нас проблема, мы нигде не можем оставить этих женщин, потому что сами хотим отдохнуть. И боимся, что к этим женщинам, значит, придут воздыхать. Вот. И тогда, значит, этот мудрец, он сказал, да, хорошо. У меня вот есть чердак, и вход на чердак, он только по лестнице приставной, которую могут поднять вместе только 10 человек. Да, вот давайте, значит, ставьте эту лестницу. Вот. Пусть женщины залезают на чердак. Вот. А потом вы эту лестницу уберете. Таким образом гарантировано будет, что никто к ним не заберется. Вот так они и поступили. Женщины залезли наверх. Им там дали, значит, еду, вот, вещи для сна и так далее. Вот. А стражники пошли отдыхать. Вот. И вот, значит, вечером он сидит, раввин у себя в доме, учится и слышит, как эти женщины там наверху ворочаются и вздыхают. Вот. Вот. И так его, значит, задело это, грубо говоря, заживое, что он выскочил на улицу и в одиночку поднял эту лестницу, вот, которую обычно, вот, поднимали только 10 человек. Вот. Поднял эту лестницу, приставил и полез. Вот. И уже на середине лестницы он как-то сумел себя удержать, вцепился, вот, всем, чем можно в эту лестницу и начал громко кричать. Вот. Вот. В доме раввинопожар. В доме раввинопожар. Вот. Прибежали люди и сняли его с этой лестницы. Таким образом, он ценой своего позора, значит, сумел воспрепятствовать вот этому нарушению. Да. Что сам не смог, то есть, в конце он это не нарушит. Вот. Так что здесь нет никакой гарантии. Однако, значит, здесь проблема, она лежит не только в сфере сексуальной, потому что здесь как раз не было с этим проблем. Все эти девушки, они официально прошли гьюр, официально прошли гьюр и официально стали женами и наложницами царя. То есть, с этой точки зрения, как бы, не было проблем, чисто юридической. Однако, понятно, что этот гьюр, он не был, не шел от чистого сердца. Вот. Вот. То есть, что значит не от чистого сердца? Возможно, эти девушки, они и приняли на себя заповеди, и приняли на себя также поклонение Всевышнему. Но, будучи рожденными среди идолопоклонников, они не видели никакой проблемы в том, чтобы одновременно поклоняться еще кому-то. То есть, для них многобожие, многобожие, да, в древнем мире было общепринятым, чтобы женщина, выходя замуж, принимала на себя, то есть, принимала на себя религию мужа. Вот. Здесь они тоже так рассматривали, но при этом они не отказывались от своих старых богов. Итак, это то, что мы видим, написано так. «И было в пору старости Шломо, жены склонили его сердце к иным божествам, и не было сердца его полностью предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. И последовал Шломо за Астартой, божеством седонским, и за Милькомом, мерзостью амманитянской. И делал Шломо злое в очах Господа, и не следовал полностью за Господом, как Давид, отец его. Тогда построил Шломо жертвенное возвышение к Имошу, мерзости Муавской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости сынов Амоновых. И тоже сделал он для всех чужеземных жен, которые приносили воскурение и жертву своим божествам. «И разгневался Господь на Шломо за то, что отклонилось сердце его от Господа Бога Израилева, который являлся ему дважды, и повелел ему о том, чтобы не следовал иным божествам, но не исполнил того, что повелел Господь». То есть мы видим, что происходит катастрофа. Царь Шломо обвиняется Писанием в служении идолам, ни больше, ни меньше. То есть вещь сама по себе невозможна. В Талмуде написано, «Всякий, кто говорит, что царь Шломо согрешил, ошибается». Почему? Когда написано прямо. Объясняют нам мудрецы. Конечно же, сам царь не поклонялся идолам. Не поклонялся идолам. Он знал, что это глупости. Но он разрешил своим женам, чтобы смягчить их пребывание на чужбине вдали от Родины, строить жертвенники и места поклонения их божествам. И сам принимал участие, по крайней мере присутствовал при подобных жертвоприношениях. В душе, конечно, очевидно, над всем этим посмеиваясь. Но мы знаем, что «Митокшилолишма балишма», что со временем человек проникается тем, что делает, даже если он в это не верит. И поэтому со временем в сердце царя Шломо начали закрадываться различные сомнения касательно веры во Всевышнего. И здесь его мудрость сыграла над ним злую шутку. Почему? У нас есть пример в Талмуде. Там описывается о четырех мудрецах, которые вошли в Пардес. То есть познали все уровни знания Торы. Даже те, которые находятся в скрытых аспектах. И только один из них, Раби Акива, он сумел это пережить нормально. Один из мудрецов умер от этого знания, другой сошел с ума, а третий стал еретиком. Отрекся от веры. Потому что он не сумел понять правильно то, что увидел в высших мирах. И здесь его мудрость тоже сыграла против него. И только Раби Акива с его простой бесхитростной верой он сумел правильно понять, и ему это знание не навредило. И здесь происходит нечто подобное. Что царь Шломо попадает в плен своего собственного разума. Потому что разум человека не может обнять все заповеди, понять их, понять всю Тору целиком. Это доступно только Всевышнему. Сказано про царя Шломо, что он нашел объяснение всем заповедям Торы. Всем. Кроме одной. Да, какой. Заповеди о Красной Корове. Заповеди о Красной Корове. Но уже это должно было достаточно указывать царю Шломо на проблематику его состояния. Как написано о Мартиях Кама в Иераху Камимене. Сказал я себе, умудрюсь я, но вот по-прежнему далека она от меня. То есть это заповедь, я ее не понимаю, говорит царь Шломо. Но все остальное я понял. И так получилось, что именно царь, который построил жертвенник Всевышнему и построил храм, который простоит еще много сотен лет, именно он заронил семена будущего разрушения храма. Впервые поставив на земле Иерусалима идолопоклоннические места, которые сделаны были еврейскими руками. И руками еврейских рабочих. И эти самые места поклонения, они будут уничтожены лишь 400 лет спустя одним из самых праведных царей, Йошиягу. Но до этого мы еще с вами с Божьей помощью дойдем. А сейчас мы здесь подводим итоги. И говорим, что мы закончили в середине 11 главы. В следующее Йом Ришон, это у нас будет пост Гедальи. Мы все равно проведем с вами занятие. Посмотрим по времени, как оно. Следите за расписанием. Думаю, так же. Может быть оно будет просто более коротким. И разберем то наказание, которое обрушил Всевышний на царя Шломо. За то, что он поступил таким образом. Сейчас у нас 15-минутный перерыв. И затем мы продолжаем дальше принципы милосердия Всевышнего. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...